Сейчас что-то будет, мне кажется. Если что, поворачиваю право, право, право. Вокруг цели, доворачиваю, чтобы картинка была. Но не резко. Захват не спал. Есть. Один, сейчас второй. Хорошо. Минус шиновонтаж. Это был пункт управления одной из мотострелковых бригад, которые здесь стоят на юге Бахмута. Цель была поражена, потому что пожарная часть, как там пожарные машины не выехали. Плюс до этого было много информации с разных источников, что это был именно пункт управления, ну или штаб там по-простому, или один из элементов управления вообще всей бригадой. Вот это въебаловляет. Есть позор! Они живой! Ну это сейчас, это подразделение, оно не сможет нормально функционировать, потому что они могут стоять в обороне, но каких-то активных действий точно не будут предпринимать. Мы больше как-то работаем, чтобы снижать наступательный потенциал противника, чтобы он не думал о наступлении и активных действиях. Да-да-да, в военных ключах. Пожарка. Что с пожаром? Сложил. Ну, наверное, задержка была просто 0,2 секунды. Джейдамы, это да. Для каждого комплекса свои задачи. Лелека гарна в одному, шарк в іншому. Шарку мы можем далеко залететь, там кращая камера, мы можем больше рассмотреть, больше рассмотреться. В этих реалях зараз шарк себе лучше показывает, потому что россияне хорошо маскают технику, и шарк, благодаря гарной камере, позволяет это все побачить, все рассмотреться. Ну, лелека в других аспектах себя показывает хорошо. Цей безпілотник називається шарк. Він частина розвідувального комплексу вартістю 13 млн грн, куди входить ще один такий безпілотник. Станція управления на земле. Також сюди додано спеціальний автомобиль, звідки працює розрахунок, який керує БПЛА. І загалом таких от безпілотних комплексів передав Збройним силам 25 одиниць. Благодійний фонд «Повернись живим», для того, щоб Збройні сили мали можливість виявляти та коровувати вогонь по важливих російських цілях. Придало якогось комфорту, бо ми працюємо дуже давно і довго. Ми проводимо, мабуть, за ці півтора роки, мабуть, по часам ми так рахували, десь в середньому 10 годин за пунктом управління. Звісно, хочеться, де ти більше всього проводиш часу, щоб це було вже зроблено для людей, а не як там, знаєте, комплекс, шар, мінус 15 єти, вбивайте. Ну, можна, і воно так і було, але треба ж і людей берегти, і здоров'я. Отличний проєкт. Не знаю, от це прям такий, якой-то амеріканський підход, один раз роблять, і вже, ну, воно буде довго і, як би, бути показателем для всіх, як треба робити. Все, що і потрібно, все є. Навіть більше. Накалінники, кольів багато, багато того, що може понадобиться для ремонту, всякий вогнегасник, вагнегасник, щитувач вітру, температури, дуже хороший. Безпілотники Шарк вже не перший місяць використовують саме для глибинної розвідки і ударам по російським тилам. Тому ці БПЛА працюють у парі із далекобійною артилерією, системами Хаймарс і авіацією, яка використовує американські плануючі бомби. Джейдам. Вже у мережі доволі багато відео зі знищенням російського цінного військового майна. Це і радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби та багато іншого майна, яке знаходиться саме в глибині окупованої української території. Плюс, спостерігаю. Стабілізатори вверх, праве вниз, влевая вверх. враховуєш, вона все вьрає свою роль, вона вийде смысл, і ти розумієш, как бы понимаешь ради чего ты это все делаешь артиллерия артиллерия всегда приятно будьяка влыка мало будет какой-то как таковой цели там чтобы сказать что вот там комплекса стоит таких денег а мы с его помощью в этом то-то 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 нет вот он работает и он должен работать и будет работать пока вот может на это уже здесь пид 100 годин за два месяца это не богатого это добра практика выявляли мабуть все и попало и и экипажа бы пола на взлетитом арлан повреждали и суперкам ураган тоже знищили в чем командный пункт пункт управления теж був знищенный жирные цели это завжди добра но и есть великий пласт работы по таким буденним цилям я давно для себя понимал что можно дать кому угодно який комплекс и это не будет гарантией того что он будет работать на все там 100 даже на 50 або 30 процентов главное это экипаж это люди это пилоти есть люди которые там на фурях на великах такие витворяли типа ну что там кому шарк дают и они навык это не могут вытворить потому что не могут раскрыти весь потенциал еще пишу кто там был идти в БТС да БТС-4 а это эвакуаційная техника да 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 техника битя с тут вот они не очкают вот там везде и впв прилетают по всему там буханки три раза съездили куда-то там на передок уже ходовку меняют уже не гоняют там по яму техники тут чуть меньше меньше то больше рыба и они тут такие сидят как глухой обороне постоянно от них активных действий немного просто много артиллерийского огня и все ну и танки там работаю с другими направлениями ну большая разница она катается она это у них конец рабочего дня может третий раз ведем как они куда-то ну да бродовися куда еды если шо там на контроллерный звонить было недавно видео как там 6 единиц техники с бахмута врывалась там на север клещеевки как они там все там за 15 секунд закончились и мы например их засекли еще там на подъезде в бахмуте вели и смогли раньше выявить и предупредить и тогда уже наши уже встречали во все оружие и тому же шансов у них немного было тоже отмечено дело ну да разрыв разрыв в 7 метрах разрыв в 7 метрах разрыв в 7 метрах разрыв в 7 метрах ну не в гармату а в бк ой деталь 3 5 метров за зацилю можно повторювать вот это такой разрыв не долет а а в кассете по гармате дужа дужа стрессово сейчас в состоянии покоя 60 пульс во время работы 105 ну я я така людина характер у меня таки нервую дуже коли ми виконали свою роботу на сто відсотків це вже успішний день коли всі самолёти повернулися додому і якась частина русских вмерла це вже успішний день і